Брянск накрыл снежный циклон, который принес в областной центр большое количество осадков. Коммунальщики уже несколько дней ликвидируют снежные заносы на дорогах и сугробы на обочинах. Расчищают подъезды к социально значимым объектам – школам, детским садам, поликлиникам. А вот до придомовых территорий у некоторых управляющих компаний руки не дошли. Проезды должны быть очищены полностью до асфальта. Тротуары очищены и посыпаны и обработаны противогололюдной смесью. Но ничего такого мы здесь не видим. Видим снега наносного происхождения, очень много скопления, большое снега. Станки Димитрова 64. Такая ситуация возле многоквартирных домов и по другим адресам. После обильных снегопадов сотрудники жилищной инспекции Брянской области отправились по домам для выявления нарушений. Жильцы многоквартирных домов жалуются на свою управляющую компанию. Посыпают, убирают раз в полмесяца. Вызывают трактор где-то раз в полмесяца. Чизят, предупреждают. Эти кадры улицы Октябрьской в нашу редакцию прислали телезрители. Тротуары не чищены на дорогах каша. Похожая ситуация и по улице 50-летия Октября в Бежевском районе областного центра. Управляющая организация и организация, которая это осуществляет, управление, содержание этого дома, обязаны убирать полностью все проезды, тротуары, площадки до асфальта. Вычищать скопление снега на прилегающих территориях не допускается. Выезжаем на территорию старого аэропорта. Ну и здесь бороться со снегом и налитью не спешат. Административные штрафы. Штрафы на должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, на юридическое лицо от 250 до 300 тысяч рублей. Штрафы большие. Поэтому управляющая организация должна следить и в полном объеме предоставлять жилищные услуги, как наравне с коммунальными услугами, за которые оплачивают жители многоквартирных домов. Оплачивая счет за квартплату, мы платим за воду, тепло и свет. Если услуга не оказана, начинаем бить тревогу. Но уборка снега с придомовых территорий – это такая же услуга управляющей компании, а не дополнительная опция. Сегодня ночью падал снег и это, еще не успели. А так нет, у нас вообще красота. По сравнению со всеми там, в Брянском, у нас отлично. Жильцы домов по улице Комарова в целом довольны работой управляющей компании. И это несмотря на снег на детских площадках и придомовых территориях. В социальных сетях люди делятся работе в своих управляющих компаниях. Не могу промолчать. Управляющие компании есть наши деньги. Они могут за нас оплатить месяц квартплаты, а мы почистим дворы. У меня ОК, ТСН, авиационная 11. Снег чистят не идеально, конечно, относительно других дворов. Все ок. Когда чистят, сваливаются в кучу, не вывозят. Ну, особо и не мешает. Очень классно почистили парковку. Тому, кто это придумал, нужно в голову гвоздь забить. Мой муж тоже в окно посмотрел и говорит, ну как так можно было почистить? Напоминаем, если в вашем дворе управляющая компания ненадлежащим образом выполняет свою работу, необходимо сообщить на горячую линию Государственной жилищной инспекции Брянской области. Дмитрий Белов, Сергей Дюков. События. Брянск.